Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалюту Shiba Inu Shib, которая готовится к падению на фоне роста биржевых депозитов. С вами канал Просто Крипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин, альткоин, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Давайте рассмотрим ценовую динамику Shiba Inu с помощью ключевых технических индикаторов на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Я решила проанализировать недавнюю ценовую динамику популярного мемкоина, обращая особое внимание на сигналы облака Ishimoku или же Ishimoku Cloud и последние тенденции в сегменте биржевых депозитов. Цена Shiba Inu не смогла войти в дневное облако Ishimoku в верхней части и сейчас приближается к среднесрочному уровню поддержки, представленному красным плато линии Tenkan. Сотая EMA или же экспоненциальная скользящая средняя на дневном таймфрейме служит критическим среднесрочным уровнем поддержки для Shiba. Линия Tenkan или же линия конверсии – это ключевая часть системы Ishimoku. Она показывает среднее значение максимальных и минимальных цен за последние 9 периодов, обрисовывая краткосрочные ценовые тенденции. Какие же есть значения у плато линии Tenkan? Первое – это формирование плато. Когда линия Tenkan выравнивается, это указывает на баланс между покупателями и продавцами, создавая важные рыночные уровни. Второе – это поддержка – если цена находится выше плато Tenkan и снижается, то плато может служить уровнем поддержки, где в игру могут вступить покупатели. Сопротивление – если цена находится ниже плато Tenkan и растет, то плато может служить уровнем сопротивления, где в игру могут вступить продавцы. Аналогичный паттерн можно увидеть и на четырехчасовом таймфрейме, то есть цена пытается пробиться ниже облака Ишимоку, что может ускорить ее снижение. Если она протестирует этот уровень, то нижняя граница облака будет критически важным уровнем поддержки. Кроме того, цена прорвалась ниже сотой ЕМА на четырехчасовом таймфрейме, что также является медвежьим признаком. В совокупности эти сигналы подчеркивают важность данной зоны как области сопротивления. Прорыв выше нее способен вызвать масштабный рост на 10, 20 и даже 30%. Если же цена останется ниже сотой ЕМА на четырехчасовом графике, то это может указывать на продолжение медвежьего тренда и потенциальное падение до 0.00002 доллара. Давайте также еще проанализируем график шибы к биткоину. График шиба биткоин также подает медвежьи сигналы. Цена протестировала нижнюю границу на дневном таймфрейме и теперь пытается пробиться ниже сотой ЕМА, что сигнализирует о выраженном негативном настрое по шиба ину. Если шиб войдет в облако, а биткоин вырастет до 70 плюс тысяч долларов, то токен потенциально сумеет пробиться выше 0.0000265 долларов. Однако, если эти условия не будут выполнены, то негативный настрой может сохраниться. Ну и теперь приступим к анализу роста биржевых депозитов и почему это является медвежьим сигналом. В конце мая произошел резкий рост числа адресов депозитов на биржах. Это предполагает, что многие держатели шиба ину переводят свои токены на биржи. Потенциальное давление на продажу или же исторические увеличение количества депозитов часто предшествует распродажам. Когда держатели переводят свои монеты на биржи, то они обычно ликвидируют свои позиции, создавая на рынке давления на продажу. Ну и медвежьи последствия. Недавний рост индикатора указывает на увеличение числа держателей шиб, которые могут готовиться к продаже своих активов. Приток ордеров на продажу может увеличить предложение монеты на биржах и потенциально снизит их цену, если спрос не соответствует предложению. Ну и теперь главный вопрос. Какие же есть стратегические рекомендации касательно криптовалюты шиба ину? Текущая динамика цен указывает на медвежий тренд. Особенно с учетом попыток цены пробиться ниже облака и шимоку на четырехчасовом таймфрейме. Недавний пробой ниже сотой ЕМА на четырехчасовом таймфрейме усиливает негативный прогноз. Возможно дальнейшее снижение, если цена не удержится выше ключевых уровней поддержки, особенно нижней границы облака и шимоку на четырехчасовике. Медвежий сценарий может быть отменен, если шиба ину снова войдет в дневное облако и шимоку, ну и ключевой уровень, за которым следует наблюдать, это верхняя граница дневного облака и шимоку на отметке 0.000265 долларов. Прорыв выше него может изменить прогноз на нейтральный или даже бычий. Если вам было интересно и понравилось, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также ставьте колокольчики, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели в следующий выпуск, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если вы трейдер или просто хотите купить биткоин, альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто.